Читинский зоопарк в скором времени ждут серьезные перемены. Крупных животных уже начали перевозить в Амодово. Для них там создана более комфортная среда обитания, а вольеры, в которых они жили, позже снесут. На их месте будет построен теплый трехэтажный экзотариум. Будет очень красиво. Мы это все распланировали, как мы это видим. Мы ездили по разным другим зоопаркам, учились, перенимали опыт. И здесь у нас мы сделаем чисто экзотических животных. Это обезьянки, это змейки, это все, кто теплолюбивые. Рыбки и так далее. Здесь же также будут комплексные развлекательные для детей игровые комнаты. Будет у нас очень большой зал, где мы будем также демонстрировать фильмы из нашей жизни. Проект нового экзотариума уже готов на бумаге. Работники зоопарка планируют презентовать его в администрации Читы и получить финансирование. Если идею одобрят, это будет первая за 30 лет глобальная стройка в Читинском зоопарке. На время строительства у нас останется наше старое здание теплое. И здание, ну два здания теплых, если кто был, знает, что это экзотика и ночной мир. Вот они будут действовать до самого конца. На которые холодные у нас комплексы, вот эти вольеры хищные, мы их сломаем, и на этом месте у нас будет идти строительство. Как только оно завершится, мы из зданий старых переселяем экзотических животных в новое. Это все доламывается и делается благоустройство уже территории. Благоустройство в этом году будет и в зоопитомнике Амодова. По президентской субсидии было выделено больше 35 миллионов рублей. На эти деньги планируется заменить старые пешеходные дорожки из досок на прочные бетонные. А деревянные вольеры у порнокопытных и других крупных животных сделать металлическими. Мы делаем все для того, чтобы народу было удобно. Тем же людям с ограниченными возможностями, чтобы они могли сюда приехать и на колясочке спокойно везде проехать, все посмотреть. Потому что сейчас все равно почва песчаная, в некоторых местах у нас люди не могут пройти. Вольеры для хищников, которые строили весь прошлый год, тоже придется доделывать. Предыдущий подрядчик с работой не справился, поэтому его заменят. Отношение к делу видно невооруженным взглядом. В некоторых стайках окна попросту сделаны криво. По словам работников зоопитомника, они нашли более подходящего застройщика, который заинтересован сделать качественно. Мы ждем теплого времени года для того, чтобы продолжить работу с новыми комплексами. Там нужно будет нам сделать благоустройство, довести недоделанные водоотоки и также сделать обогащение среды. Чтобы нашим зверюшкам, которые приедут в эти новые, было хорошо, комфортно и очень красиво. И чтобы народу было эстетично и не резало глаз, как сейчас на данный момент, чисто один бетон. В Амодово не собираются мириться с тем, что вольеры для животных превратили в подобие карцера для особо опасных заключенных. Поэтому работники уже придумали, как придать серым бетонным строениям приличный вид. Осталось только дождаться тепла и воплотить идеи в жизнь. Городской администрации также заверили, что помогут зоопитомнику в благоустройстве. Дорога – это главная боль. Мы, в принципе, выезжали вместе с Чеченским районом, поскольку земля Чеченского района. Посмотрели и написали вместе совместное письмо у Министры о выделении денег из Дорожного фонда на ремонт этой дороги. Пока мы не говорим об асфальтовом исполнении. Мы говорим о хорошей, грунтовой, ровной дороге. Но в дальнейшем, возможно, закатаем ее в асфальт. Помимо дороги, в планах сделать забор по всему периметру. После прошлогоднего, не совсем удачного благоустройства, выводы сделаны. Теперь Амодова хотят привести в порядок к летнему сезону, чтобы гости могли отдыхать максимально комфортно и безопасно. Григорий Анипер, Даниил Ботвинский, Антон Носов, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.